Минувший ночью в Ижевске горел торговый центр, в котором находился цех по производству Бепла. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра. При этом никто даже не скрывал, что там находится этот цех. Ранее Удмуртия против коррупции и Айдел Реали фиксировали рекламные бигборды с вакансиями в Ижевских беспилотных системах по адресу Орджоникидзе-2, где и произошел пожар. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Утром рашисты так увлеклись взятием руин Авдеевки, что пропустили сразу три удара от украинского ПВО на восточном направлении. Во время сбрасывания управляемых авиабомб по позициям ВСУ, воздушные силы Украины уничтожили сразу три российских самолета. Два Су-34 и один Су-35. За пару часов до этого российский блогер, который более-менее оперативно освещает обстановку в небе над Украиной, предлагал жахнуть больнее в другом месте, поскольку украинцы стаскивают ПВО со всей Украины под Авдеевку. Ну как, жахнули? Понравилось? Ну уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. В СУ атаковали российский большой десантный корабль, и как выяснили журналисты, треть кораблей такого класса, Черноморского флота, либо уничтожены, либо сильно повреждены. Следили ли за развитием этой конкретной истории? Ну а как же без этого? Конечно, это главная новость у нас, и с утра просыпаешься в хорошем настроении, когда такое есть. Тем более мы явно ускорились. Треть кораблей не такого класса, треть всего кораблей. То есть вот если посчитать в штуках, сколько есть кораблей в Черноморском флоте, то от них до этой атаки было 30%, сейчас, соответственно, 32% в штуках утоплено. Это в штуках. Если говорить про такой класс, то я думаю, что там больше половины именно больших десантных кораблей. Ну и точно, если брать водоизмещение, то там, я думаю, ну тут я не считал, но я так по картинкам оценил, но там, я думаю, уже половина водоизмещения Черноморского флота, да, удалось вооруженным силам Украины либо утопить, либо там уничтожить, либо повредить. Это безвозвратные потери. Потому что, например, вот этот же, кстати, Цезарь Кунников, он же был поврежден, когда он стоял в Бердянске летом 22-го года. Тогда наши поразили один корабль, который тоже большой десантный корабль, по-моему, как он назывался-то, господи, не помню. В общем, его утопили, а еще два повредили, и тогда убили командира. Удалось уничтожить командира этого Цезаря Кунникова, он погиб в той атаке украинской ракетной. Ну, сейчас, соответственно, уже второго командира, видимо. Ну, я не знаю, правда, судьбу нынешнего командира, мы не знаем. Да, блестящая операция, очень приятно. Ну, и вы знаете, наверное, про этот смешной и странный символизм. Сегодня 14 февраля, а Цезарь Кунников, то есть человек, в честь которого назван этот корабль, умер 14 февраля. Правда, 1443 года он захватил плацдарм на Малой Земле, этот человек, вот тот самый, где Брежнев, там все эти дела. Он был командир группы, которая захватила плацдарм на Малой Земле, был там ранен, потом в Геленджике, умер в госпитале. 14 февраля ровно. И вот спустя 81 год, 14 февраля, как вы яхту назовете, так она и поплывет, прям дословно получилась история. А информационное сопровождение, потому что каждая такая история, каждая такая атака, она несет за собой еще информационное. Там попытка обесценить эту потерю, скажем, со стороны российской пропаганды, может быть попытка преувеличить или реально оценить со стороны Украины. По-разному. Но здесь я еще видел мем о том, что Цезарь пустили на салат. Вот обратили внимание на то, как это все сопровождается сейчас? Цезарь пустили на салат? Вот так это звучало. Да, если говорить про, значит, давайте сначала пропаганду, потом про мемы, наверное, да. Пропагандистки, ну понятно, что россияне всегда преуменьшают. Мы красиво показываем. То есть, например, государственное, главное управление разведки, которое, собственно, отвечало за эту операцию, оно просто уже выложило все кадры документальные, как именно взрывали беспилотными катерами этот самый Цезарь Кунников. То есть все прям задокументировано, зафиксировано, все очень красиво. Преуменьшать можно долго, но, вы знаете, есть независимые же выводы западных аналитиков, которые уже публиковались, вот про процент, когда я говорю, что 30 процентов, это не украинские цифры, это публиковал кто-то, я сейчас не вспомню название, кто-то недавно совсем из западных СМИ, со ссылками на все эти разведки, причем со списками кораблей прямо. Вот было, примерно сейчас скажу, типа было 74 корабля, вот это 25-й потопленный корабль, насколько я знаю, уничтоженный. Поэтому тут преуменьшай, преувеличивай, это раз. Второе, понятно, что это безвозвратные потери, россияне не могут строить корабли, у них нет там судоверфи, их Турция не пропустит никакие другие корабли. Вообще построить в России такой корабль, как Цезарь Кунников, это там 10 лет, как минимум, и то, это надо деньги. Это вопрос не только в сотнях миллионов долларов, сколько он стоит, но я не знаю. Обычный ракетный катер, который утопили две недели назад или три недели назад, стоил 50 миллионов долларов, вот его стоимость была. Миллиард долларов стоил крейсер Москва. Такой большой десантный корабль, ну это минимум там 100 миллионов долларов, уж как минимум. Но дело не в деньгах, они просто не способны это построить, это же Советский Союз строил. Они даже ремонтировать его не смогли, они его ремонтировали в Варне перед войной, чтобы готовить его к войне в Болгарии. Вот, поэтому потери-то тут как бы жесткие, конкретные, разогнали, в общем, украинские войска, Черноморский флот. Вот, и заметьте, вот никто же не ведет больше переговоров с Путиным про зерновые коридоры, там и так далее, сколько было разговоров. Сейчас пытался президент Турции снова завести разговор с россиянами про зерновой коридор, на что Украина сказала, а нам не надо. Мы как бы вполне себе отбили все атаки, спокойно сами утопим любой российский танкер, если вдруг россияне посмеют прикоснуться к нашим кораблям. Поэтому 22 миллиона тонн продукции вывезено. Вот, но если говорить про мемы, вот вчера я просто интересную штуку услышал. Вот, у меня было там рассуждение, много уже, кстати, рассуждений, Ксения Собчак еще начала, почему у турсиян нет хороших мемов про эту войну, а украинцев сколько хочешь. И действительно, вот Цезарь на салат, или как пошутил такой, ну, я хорошо в этом, Цезарю Цезарева написал я в своем, значит, этом самом, да. Вот, и... Пришел, увидел, утонул. Пришел, утонул, видите. Да, как видите, тут много чего. И вот появилась новая, как мне кажется, интерпретация, почему у россиян нет мемов, шуток вообще по этому поводу всего, а у нас, в Украине, вот, есть. Эту интерпретацию вчера, мне кажется, блестяще высказал Шендерович в одном из интервью, послушал его. Он говорит, что... Он сказал нами, россиянами, ну, как россиянин, нами управляют символы. Тут есть символы, которые нами управляют. Вот там какой-то герб, там, флаг трехцветный, родина-мать, там, день победы, все такое, говорит. И мы в их власти полностью. Причем мы и юридически в их власти. Это он говорил, когда комментировал, там, уголовное дело, арест девушки, которая, там, фотографировалась на фоне родины-матери в Волгограде. Неправильно фотографировалась. И вот, действительно, в России есть жестко закрепленный набор мемов, государственных. Вот, смотрите, это святое, да? Вот вам святое, там, орел двуглавый, вот вам трехцветный флаг. Вот что там еще? Вечный огонь, на котором нельзя жарить яичницу категорически. За это вас в тюрьму посадят на много лет. Гимн. Вот это набор. А? Наверное, музыка Александрова. Ну, советский гимн. Да, 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 советский гимн. Все, это святые вещи, их нельзя трогать, и все подчиняются им. То есть люди в подчинении у мемов, у нескольких существующих мемов. А в Украине не так. В Украине мемы сочиняются, не спровергаются в легкую, кстати. Не спровергаются в легкую. Посмотрите, сколько уже за время войны не спровергнуто, так сказать, прошлых героев, да? Вот. Поэтому как создаются, так и не спровергаются. Украина страна, которая создает символы, а Россия, которая живет в рабстве символов, ну, как народ, я имею в виду. Субтитры создавал DimaTorzok